Президент великих и гемонистых Соединённых Штатов Америки Джо Байден опять оконфузился, перепутал своих министров ровно в тот момент, как пресс-секретарь Кори Джан-Пьер побожилась перед всеми на камеру в его умственном здоровье. Проще, если честно, перечислить те моменты, в которых Джо присутствует бодрячком со взором горящим, чем те, в которых он шагает под руку с возрастным умственным спотыканием. Могли бы вы подумать еще лет нацать назад, что у такой страны, как Америка, манящей себя, целеустремленной и прогрессивной, будет такой целеустремленный и прогрессивный президент, как старина Джо. В данном случае старину уместно будет оттенить такими красивыми русскими прилагательными, как «глубокая» и «седая». Про нее еще что-то Пушкин писал в «Руслане и Людмиле». «Тела давно минувших дней», «предание старины» и так далее. «Все знаете, все учили». Так вот, старина Джо опять ушел в ментальное пике, потащив прицепом за собой своего пресс-секретаря. Это сразу после того, как пресс-секретарь с гордо поднятой головой всем рапортовала, что «Должна сказать, что меня это нисколько не сбивает с толку, потому что если вы посмотрите на то, что сделал этот президент за последние три года, на те исторические законодательные акты, так-то, и это то, что сделал этот президент, и это довольно круто, что этот президент смог такое сделать». Тоже весьма витиевато, не нам чета, простым лапотникам. Но в Америке многие так изъясняются. Камала Харрис не даст соврать. Это Карин отвечала на вопрос журналиста Питера Дуси из Fox News. Почему американцы считают старину Байдена умственно отсталым? Не мы, заметьте, считаем. Американцы считают. Но вот Карин на пальцах и разъяснила им, что нет. Их мнение совершенно ошибочно, просто абсолютно. Потому что... Ну вот потому что вот и всё. Плюс доказательным бонусом некоторые исторические законодательные акты. И тут старина Джо прям как чёрт предательски толкнул в спину. Не знаем, как это ещё объяснить. Мы просто в растерянности. Ведь если даже Карин сказала, что с ним всё в порядке, то тут уж просто только тёмные республиканские силы вмешались и прокляли. Больше некому. Сейчас следите за руками, а то запутаетесь. Это Джо их всех знает, а нам как бы за ненадобностью. Итак, Джо перепутал главу Министерства внутренней безопасности с министром здравоохранения. Причём последний вообще на совещании отсутствовал и выходил на неё по видеосвязи. Там как было. Старина Джо расшаркался в благодарности к советнику по гендерной политике Джейн Кляйн. И отчедрот отсыпал их и министру здравоохранения, сидящего рядом с ней. А на самом деле рядом с советником по гендерной политике сидел вовсе даже министр внутренней безопасности. Где сидит Джен? Вот где ты, Джен, спасибо. И госсекретаря Бессерру, сидящего рядом с ней для руководства этой целевой группой. Но Джо ни при чём. Разве ли, понимаешь, министров, его дело страной гегемонить, а не фио всякие запоминать? И вообще, пора бы ему в отпуск. Джо так давно не был в отпуске, вы себе не представляете. За время своего президентства он отдыхал всего-то 418 дней. А это всего лишь 40% от его срока. Устал человек, поэтому и отговаривается. Ну и что, что на церемонии премии Эмми он эту самую Эмми прочитал как Enemy, что означает «враг», если в переводе с буржуйского. Ну подумаешь, немного приукрасил на экскурсии по заводу и сказал рабочим, что у него есть суперспособность. Он может взорвать весь мир. Где Дебора? Я только что сфотографировался с ней. Вероятно, поэтому она ушла. И вообще-то она не могла быть здесь. Это неправда. Я все перепутал. Прямо сейчас она в Вашингтоне. Джо Кентервильдское привидение Байден. Если вдруг увидите в Белом доме пожилого мужчину, бредущего с вытянутой вперед рукой, не пугайте его. Он безобидный, не считая того, что может взорвать весь мир. Прикиньте с Деборой, пожмите ему руку, дайте мороженку и отведите старину обратно в его кабинет. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря Вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok